Здравствуйте, уважаемые коллеги! Меня зовут Алла Журавлёва, я являюсь преподавателем математики в школе SkySmart. Ну что ж, сентябрь на дворе, начало учебного года, и в голове у каждого из нас 100 идей и мыслей, новые учебные планы, педагогическая документация, подросшие и изменившиеся ученики за лето, новые коллеги и, конечно, налаживание с ними взаимоотношений. И всё это вызывает определённый стресс учителей. Для многих 1 сентября это ещё и знакомство с новым классом учеников и их родителями. Поэтому психологи убеждены, что сентябрь – это стресс не только для детей, но и также для учителей. Поэтому давайте сегодня поговорим и разберём такое понятие, как постотпускной синдром и как же с ним справиться, если уже в начале учебного года вы чувствуете, как на вас постепенно наваливается усталость. Как с ней справиться? С этой темой, конечно, я знакома не понаслышке, так как работаю в системе образования уже довольно давно. И именно в начале учебного года я решила начать наши встречи и стримы именно с этой темы. За время отпуска, я думаю, у вас, у каждого было время подумать, как же сделать так, чтобы начать работу, чтобы она приносила и комфорт, и удовольствие, а не было у вас стремления, скорее всего, бросить, спрятаться от неё, сбежать или вообще скрыться. Ведь каждая профессия предъявляет свои требования к человеку. В процессе любой трудовой деятельности происходит усиление каких-то определённых черт личности человека. Например, у педагога это и авторитарность, пунктуальность, внимательность, как у исследователя, а также усиление определённых состояний, таких как повышенная эмоциональная нагрузка, как у актёра, волевое усилие, как у тренера, сосредоточенность, как у авиадиспетчера. И все мы прекрасно понимаем, что достаточно много требований к человеку предъявляет именно педагогическая деятельность. Поэтому профессия учителя сочетает в себе много ролей. Не зря психотерапевт Владимир Леви указал на одну очень удивительную и точную схему, которая отображает это ролевое разнообразие. Перечислю несколько из них. Вы одновременно и артист, и организатор, и кумир, наставник, контролёр, исследователь, психотерапевт, критик, друг, наблюдатель, рассказчик и так далее. И вот такая разноплановость педагогической деятельности, с одной стороны, помогает педагогу раскрыться, изменяться, открывать всё новые грани своей личности, но с другой стороны, способствует и стрессу. А стресс обозначает особое напряжение человека, возникающее в ответ на воздействие внешних факторов. Примером таких факторов может послужить выполнение какой-то сверхсрочной работы в определённые или даже сжатые сроки, высокоэмоциональная нагрузка при общении с родителями, и всё это на фоне нашей тяжёлой умственной работы. И важно в этот момент осознать, что стресс может сыграть как конструктивную роль в жизни каждого педагога, мобилизуя тем самым энергию в сложной ситуации, так и деструктивную, когда снижается эффективность нашей деятельности, повышается тем самым вероятность возникновения и безразличия, и скуки. И какой стресс мы переживаем, конструктивный или деструктивный, конечно, зависит от чувствительности каждого человека, его определённым моментом в жизненной ситуации, в настоящий момент, от нашей возможности противостоять таким трудностям, ну и, конечно, от длительности воздействия такого стресс-фактора. И у каждого человека есть свой определённый порог чувствительности к стрессу. И чем он выше, тем больше эмоциональные, интеллектуальные и физические нагрузки он может выдержать. Но если воздействие такого стресс-фактора продолжается длительное время, усиливается и становится выше порог чувствительности, то это воздействие начинает уже разрушительно действовать на человека. Однако наш организм очень мудрый, он реагирует на нарушение баланса, независимо от нашего желания, и срабатывает определённый защитный механизм. Об одном из таких защитных механизмов, получившем название «синдром эмоционального выгорания», мы и поговорим. Какова же профилактика такого синдрома эмоционального выгорания? Хочу обратить лишь на три основных фактора. На организационном уровне это, конечно, улучшение условий труда. В межличностном плане это характер складывающихся, ваших взаимоотношений с коллегами в коллективе. Ну а в индивидуальном плане на личные реакции каждого человека на определённую ситуацию. Приведу пример некоторых рекомендаций, с помощью которых можно предотвратить возникновение синдрома эмоционального выгорания или хотя бы снизить этот синдром, если он уже проявляется. Для себя я отметила очень важный фактор. Во-первых, это постановка и определение целей, как краткосрочных, так и долгосрочных. То есть достижение таких целей приносит очень важное эмоциональное состояние успеха для человека. Во-вторых, конечно, используйте тайм-ауты, то есть отдых от работы. Необходимо обеспечить и психическое, и физическое благополучие для каждого человека. Попробуйте, например, составить план или расписание на неделю неотложных дел после работы. И лучше делать это не мысленно, а на бумаге. И действуйте в точном соответствии с составленным планом. Попробуйте. Каждый сам составляет такое расписание борьбы с усталостью и стрессом. И не важно, что именно вы в него внесете. Все, конечно, зависит от вашего вкуса и предпочтения. Лишь бы подобное расписание у вас было, и пусть оно будет и пластичным, и мобильным, и легко заменяемым, куда вы можете вносить изменения каждый день. И, конечно, не забывайте, каждый день засыпая, задавать себе вопрос. Что было сегодня сделано для собственного отдыха и здоровья? А что я сделаю для этого завтра? И ищите, постоянно ищите. И еще можно сделать, чтобы... Что еще можно сделать, чтобы снять, а вернее сказать, снимать ежедневно накопившуюся после трудового дня усталость. Советую еще овладеть умениями и навыками саморегуляции. Это саморелаксация, положительный настрой, самовнушение. Ищите свои методы и способы отдыха, и снятия напряжения. Находите таковые и прописывайте их себе как врач. И самое главное, обратите внимание на то, с какими мыслями вы приходите домой после работы. Не несите производственные проблемы в свой дом. Оставьте их за порогом, а переступая порог своего собственного дома, вступайте в другую часть своей жизни, в свою личную жизнь, которую ни в коем случае не советую смешивать с производственной. Ну и, конечно, еще один очень важный фактор – это профессиональное развитие и самосовершенствование педагога. Здесь может быть обмен профессиональной информацией не только в своем коллективе, а вне его. Существуют различные способы. Это и повышение квалификаций, и посещение различных конференций, тренингов и так далее. И здесь немаловажным фактором является именно эмоциональное, личностное общение, проявление в профессиональном сообществе. То есть это когда человек анализирует свои действия и чувства и делится ими с другими своими коллегами. Тогда вероятность погорания значительно снижается, и процесс этот оказывается не столь уже выраженным. Поддерживайте свою физическую форму. Не стоит забывать, что между нашим состоянием, нашего тела и разумом существует очень тесная связь. Умейте рассчитывать и обдуманно распределять свою нагрузку и свой потенциал. Умейте переключаться с одного вида деятельности на другой. Большое значение для противостояния, выгоранию также влияет и сохранение профессионального здоровья именно на фоне положительных эмоций. То есть негативные эмоции подпитывают сами себя, и чем больше мы в них погружаемся, тем дольше они будут длиться, постепенно переходить в негативное восприятие реальности. Поэтому каждый человек должен осознанно выбрать, будет ли он выгорать под напором таких внешних обстоятельств, иногда действительно очень неблагоприятных, или прилагать энергию для поиска новых ресурсов своей личности через нахождение вот таких новых смыслов, позитивных моментов, или просто через проживание сиюминутных приятных ощущений. Итак, давайте подведем краткие итоги нашей встречи. Чтобы быстрее адаптироваться после отпуска и настроиться на нужный лад, вам поможет плавное погружение в рабочую обстановку. То есть в довольно непростой для всех период важно грамотно спланировать свою деятельность и не пытаться решить все рабочие моменты и задачи сиюминутно. Работу, которая требует больших усилий, по возможности попробуйте разбить на несколько этапов. Ну, конечно, не забывайте о свежем воздухе, физических нагрузках. Они особенно важны для учителей, которые вынуждены проводить свой рабочий день статично. Балуйте себя приятным общением с коллегами, поделитесь с ними, например, впечатлением о своем отдыхе. И тогда переход к учебной деятельности после отдыха будет для вас плавным и приятным. Уделите необходимое время, конечно, и сну, здоровому питанию. Преподавателю очень нужны силы в первую очередь. Определите цели краткосрочной и долгосрочной. Попробуйте завести расписание, неделю неотложных дел после работы. Находите время для тайм-аута и саморегуляции. И не забываем про профессиональное развитие и самосовершенствование. Ну и давайте, наконец, попробуем отбросить эту расхожую фразу «Я не могу себе этого позволить». Попробуйте. Ведь пока не попробуешь и не узнаешь, пока не будешь многократно пробовать, то ничего и не получится. Надо пробовать и позволять себе это делать. Будьте сами себе лучшим другом, а также знахарем, лекарем, психотерапевтом и врачевателем. Дружите со своим собственным «Я», ухаживайте за собой, хольте, левейте и, конечно, берегите. Ну что, задумались? Вам ничего из высшего перечисленного, вы думаете, не подходит? А свое подходящее искать не хотите? Ну тогда сидите без движения, в плохом настроении, стрессе, выключите при этом везде свет, ничего не предпринимайте. Сидите, переживайте, страдайте, сидите, обижайтесь на весь мир, так как, по всей видимости, другого выхода у вас нет. Вы сами для себя все эти выходы, судя по всему, и стресса, и депрессии, и плохого настроения, закрыли, захлопнули и замуровали. Ну что ж, это ваш выбор. На мой взгляд, не самый лучший. Подумайте еще раз и вспомните все мои для вас советы и сделайте правильный выбор. Всех поздравляю с началом учебного года, не скучной осени и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok